всем привет сегодня я решил заняться салоном для 403 москвича для этого я приехал в гараж мне нужно забрать его салон что-то отмою что-то надо будет подшить что-то соединить из нескольких салонов вот они у меня тут разобранные лежат я хочу скомпилировать в общем чтобы был один достойный салон из нескольких в общем сейчас будем грузить в машину сиденье салон я привез домой весь его отмыл винетом и сейчас вам хотел показать как он выглядит и что я с ним хочу сделать так это у нас переднее сидение тут есть проблема его прожгли видимо курили за рулем сигарета упала и сиденье оплавилась соответственно нам нужно этот фрагмент поменять потом есть также уже от времени вот такие трещинки на кожзаме которые надо тоже будет все это сделать каким образом я хочу это сделать на экспортных 403 москвичах в отличие от обычных сиденья были целиком из кожзама и были они двух вариантов первый вариант это перед нами когда кожзам был одного цвета вот в данном случае бежевого и просто были сделаны несколько швов на сиденье на спинке а второй вариант сейчас схожу покажу на тут на доноре сиденье были с черными вставками вот как здесь сиденье синие а вставки посередине черные в общем я хочу сделать по такому принципу сиденье останутся бежевыми а центральную часть мы сделаем черную как на том доноре потому что такого бежевого цвета сейчас уже не найти тем более такой фактуры а черный цвет черный кожзам это достаточно просто поэтому черная будет новодельная часть бежевая останется родная плюс те фрагменты которые хорошие которые вот здесь например этот этот который нам не пригодятся мы используем для того чтобы например сделать вот эту боковинку поменять сюда потому что здесь она потрескалась вот в общем мысль такая вот тут еще надо зашить спинку разошлась она в общем вот такая идея сейчас еще покажу вам обивки дверные дверные обивки были тоже разных вариантов разных расцветок и тут я соответственно тоже хочу сделать центральную часть не оранжевую потому что видите она уже частично выгорело а заменить ее также на черную вставку я думаю что будет очень неплохо вот например как на этих обивках которые мы тут остались вот видите тут центральная часть черная по краям бежевая в общем вот сделаю по такому же принципу такой кожзам найти несложно черный и по цвету и по фактуре с таким с бежевым гораздо сложнее вот так же у меня там если видели сейчас покажу еще раз прожжен шнур который здесь проходит кант вот этот и для этого у меня есть донорская обивка откуда я возьму вот этот собственно шнур это как раз обивка от того сиденья если помните я рассказывал про свой 403 который с 412 мотором когда его обнаружил в соседнем гараже на сиденье дети хулиганы вылили битум вот этот битум это вот это как раз кожура с этого сиденья сиденье было конечно изумительное не треснутое нигде не порванное ну вот к сожалению выглядит вот так вот все так что сейчас мы все это грузим в автомобиль и везем салон моему мастеру по салонам и он все это нам красиво сделает у меня прошло чуть больше недели и салон у нас готов мастер сделал все обивки сиденья как я просил вот этот кожзам родной у нас остался бежевый а черный с похожей фактурой это уже новый и из тех деталей которые у нас здесь были бежевыми из хороших сделали вот например боковинки здесь уже нет никаких трещин там соответственно тоже все красивое и как будто это с завода сошла то есть ощущение нету того что салон перешит выглядит все очень красиво и сейчас мы это все будем ставить процесс долгий и сложный особенно сложно будет ставить вот эти окорочка на арке задних колес ну опыт есть сейчас покажу как это делается не покажу я как ставится салон не потому что мне жалко а потому что я его уже поставил в общем так много занимает времени съемка и одновременно работать собирать что-то делать в общем времени у меня было мало поэтому салон я поставил снимать не стал ничего почему не к первому июня я обещал автомобиль доделать сегодня как раз 1 июня и автомобиль сегодня будет готов остались последние штрихи в прямом смысле этого словом видите буквы и заказала пишу на колпаке и осталось еще поставить руль вчера его купил новый новодельный руль выглядит как родной и покрашенный рычаг переключения передач все остальное готово и сегодня будем выкатывать автомобиль и заводить я специально его еще не заводил там стоит новый глушитель все собрал сегодня будет первый запуск с вами вместе и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и последнее, что нам осталось поставить, это рычаг переключения передач. Так... Вот... И руль... Так... Сейчас... Опа... Подобьем чуть-чуть молоточком... Ну... Отлично... Резиночка... Все включается... Так... Задняя... Ой... Задняя... Супер! Так... И... Нарядный руль... Так... Где гайка? Так... Вот даже чтоб... Снять установку руля... Камеру даже... Никуда не мог придумать, куда поставить... В итоге... Снимаю широким углом... Не все вам, наверное, видно... Ладно... Сейчас... Буду показывать автомобиль целиком... И... Руль... И... Видите... Тоже... Опа... Вот такая красота получилась... Все... Теперь можно выкатывать автомобиль... И вот звучит барабанная дробь... И я представляю вашему вниманию... Москве 403 ИЭ... 64 года выпуска... Который я делал два года... Правда... С промежутками... Ну... В общем... Сейчас появился клиент... И... Автомобиль... Стал быстрее собираться... В общем... Сегодня 1 июня... К этому сроку я обещал его сделать... И я это сделал... Конечно... Тяжело он мне дался... Особенно последний... Месяц... Но в итоге... Все получилось... Вот смотрите... Как он выглядит... Мне кажется... Очень достойно... Этот момент... Первого... Выезда из гаража... Он самый волнительный... Я сегодня даже спал плохо... Ночью... Вот... Но я этот автомобиль еще не заводил... Вот... Даже покажу... Новый глушитель... Вот... И сейчас... Будем с вами... Его... Заводить... Покажу... Сейчас... Вам салон... Вот... Такой салон... Получился... Красивый... Сзади... Будет бумажка... Я вам про нее... Позже... Расскажу... Очень интересный артефакт... Вот... Такой руль... Классный... Как... Родной... Но... Новодельный... Так... Ну что... Открываем капот... Под капотом... Тоже все красиво... Вот... Я кстати... Поставил... Ленточные хомуты... Нашел... Теперь... Выглядит как оригинал... Ну и... Подкачиваем бензин... Так... Масло у меня залито... Все залито... Сейчас... Пробуем заводить... Ну супер... С полтычка... Так... Зажигание еще надо будет поправить... Работает неустойчиво... Но завелся сразу... Ну собственно и не удивительно... Я мотор же не разбирал... Ну вот... Немного... Поправил зажигание... Поставил пораньше... И он... Превосходно работает... Даже удивительно... Нигде ничего не потекло... Ни масло... Ни антифриз... В общем... Сухо... Я даже удивлен... Ну что... Надо попробовать... Прокатиться... Все приборы у нас работают... Зарядка есть... Если помните... Я генератор менял... Там был не родной... А джигулей стоял... Бензин показывает... Спидометр сейчас проверим... Давление у нас вон хорошее... Где-то 3-4 очка... Очень даже... Мотор прогрелся... Все... Можно ехать... Ну что... Красота... Все работает... Ой, как я рад... Первый выезд... Это всегда так волнительно... Тормоза... Тормоза есть... Это хорошо... Тормоза... country... Тормоза... Тормоза... Блин... Нат・ Тормоза висит... Тормоза... Все едет, все тормозит. Несмотря на то, что это первый выезд и первый завод, даже ничего не потекло. Обычно где-нибудь либо масло, либо бензин. Но все отлично. Ни лужицы, ни капли под машиной нет. В общем, я очень рад результату. Получилась копия моего автомобиля, который есть в моей коллекции. У меня такой же 403 экспортный. В такой же цвет, с такой же полосой, с таким же салоном. И я посмотрел по номерам кузовов. Они даже на конвейере стояли очень близко, рядышком. Вот такой вот в итоге автомобиль получился. Прям, честно говоря, отдавать его не хочется. Так он мне понравился. Особенно, когда я его выкатил из гаража. При уличном освещении весь хром заиграл. Очень я доволен. А это фото моего москвича, который находится в моей коллекции. Ну, согласитесь, что они очень похожи. Хоть этот автомобиль и не красился. Еще раз вам покажу, какой получился салон. Просто новый. Сейчас сзади посмотрим. Сейчас вам расскажу про эту бумажку, которая лежит сзади на сиденье. Сейчас откроем еще багажник. Уплотнители новые стоят, поэтому двери сейчас плотно закрываются. Надо даже хлопать ими. Вот как у нас тут в багажнике. Баллонник вот даже покрасил. Сохранился окрасочный ярлык. Заводской. Правда, на нем не видно, какой цвет написан. Обычно писали ручкой. И она выцветала со временем. В общем, вот. Такой автомобиль. Теперь про бумажку. Бумажка очень интересная. Начну даже не с бумажки. А к тем запчастям, которые были к москвичу. Там небольшие, где приемник лежал в коробке. Я нашел вот такую тетрадь. В которой хозяин вот таким вот почерком переписал всю инструкцию по эксплуатации этого автомобиля. Такой вот сам издат. Представляете? Просто каллиграфическим почерком. Все переписано. И так вся тетрадка. Я когда это увидел, я одурел, честно говоря. С ума сойти. Представляете, люди какие были. Просто все переписал. Я не знаю, может у нее не было инструкции. У кого-то он ее попросил. И все переписал. И везде почерк просто идеальный. Практически без помарок. Вот. И в середине, даже места не хватило, он здесь писал еще. На обложке, на заднейке. Вот. И посередине этой тетрадки я обнаружил вот такой листок. Это интересный артефакт. Вот такая вот справка. Выдано правлением Рязанцевского сельпо Луговскому Николаю Николаевичу в том, что он, что, в том, что им куплено в Рязанцевском сельпо автомашина Москве 403 двигатель, шасси, кузов. Вот такая вот справка. Представляете? 2 декабря 64 года. Ну, на самом деле, по номеру там понятно, что машина ноября месяца 64 года. Ну, вот такой вот интересный артефакт. Ну, и по традиции, небольшая историческая справка по москвичам 403. Я, правда, это уже говорил в видео с голубым москвичом. Но расскажу еще раз. Так как 403-й москвич – это моя любимая модель, поэтому я про него могу говорить бесконечно. Москвичи 403 начали выпускаться в декабре 62-го года и выпускались по июль 65-го года. Всего было выпущено их порядка 115 тысяч штук. Экспортных сколько было выпущено, неизвестно, потому что они шли в одной нумерации и точной информации по ним нет. А в экспортном исполнении они выпускались с декабря 63-го года, также по июль 65-го года. Этот автомобиль, как я говорил, ноября 64-го года. Уже, можно сказать, конец выпуска. И я считаю, что из всех москвичей, именно 403-й москвич – самый красивый и самый интересный. Хотя мне больше нравится не экспортный вариант, а обычный, но в экспортном тоже есть своя прелесть. В общем, я очень доволен своей работой, то, что получилось, и не могу даже сдержать своих эмоций. Вот, давайте еще раз прокатимся и поснимаю его со стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я доволен результатом, надеюсь, что и покупателю, который приедет со дня на день, Тоже этот автомобиль понравится. А я буду с вами прощаться. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Не зря тебя назвали москвичем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok